Добрый день. Иван заказал у меня на Авито решение задачи по математическому моделированию. Номер задачи 16. Сколько замеров, смотри, условия задачи 13 достаточно сделать для определения RZ достоверностью 90 с точностью до плюс-минус 10%. Условия 13 задачи. Для определения высоты микронеровностей на двойном микроскопе были сделаны замеры в пяти сечениях деталей. Измерены следующие значения. И они здесь перечислены. Почему-то написано 5, а здесь их 7. Достаточно ли сделанных замеров для оценки высоты микронеровностей с достоверностью 95%, если напор и влияние случайных факторов меняются от опыта к опыту. Решение задачи. Мы записываем все эти измерения в микрометрах. Вот эти 7 измерений. Вот их значения. Дальше мы рассчитываем среднее значение. Для большинства того, что нам потребуется при решении этой задачи, есть встроенные функции в Excel. Например, среднее значение и стандартное отклонение нам потребуется. Оно же среднеквадратичное отклонение. Можно, соответственно, почитать в Википедии, что оно означает среднеквадратичное отклонение. То есть оно посчитается вот по следующим формулам. И здесь, кстати, показан заодно график плотности вероятности нормального распределения. Но у нас по условиям задачи наборы влияния случайных факторов меняются от опыта к опыту. Это свидетельствует о том, что у нас ненормальное распределение. Ну, в том смысле, в котором этот термин используется для статистики. Дальше мы смотрим справочно, насколько у нас стандартное отклонение по отношению к среднему. То есть это у нас будет по условиям задачи. Нас интересует уровень надежности 90%. О том, что такое уровень надежности, об ошибках первого и второго рода, тоже можно прочитать в Википедии. Вот здесь, в принципе, на таких бытовых примерах смысл этих понятий описан. И дальше у нас будет параметр число измерений. И мы рассчитываем, так как это не нормальное распределение по условию задачи, коэффициент студента. При этом мы говорим, что у нас возможно отклонение в обе стороны. Именно поэтому здесь стоит 2. Степень свободы, она равна числу измерений минус 1 по определению. Таким образом, для двух измерений у нас коэффициент студента 6,31. Что такое коэффициент студента? Можно, опять же, прочитать в Википедии. Соответственно, мы умножаем наше стандартное отклонение, деленное на среднее, на этот коэффициент студента. И получаем точность 8,9%, что меньше 10%, которые нам требуются по условиям задачи. Таким образом, ответ достаточно двух замеров для определения этого RZ. Достоверностью 90%, естественно, и точностью плюс-минус 10%. Собственно говоря, вот этот критерий. То есть у нас двух сторонний 90% и два измерения, то есть одна степень свободы. Если у вас остались вопросы, пишите их в комментариях. Тема в теоретическом плане достаточно сложная, но решение здесь на самом деле в плане числа действий для его получения достаточно простое. Но для его понимания нужно изучить вот эти все теоретические аспекты. В первую очередь нужно понять именно стандартное отклонение, ошибки первого и второго рода, во-вторых, и в-третьих уже изучить коэффициент студента, самое сложное. Спасибо большое за внимание. Стоимость решения задачи 500 рублей. Продолжение следует...